Секрет данного рецепта заключается в добавлении алкоголя. Именно он придает куличу легкость и самое главное, его можно готовить впрок. Он долго не черствеет. Приготовление кулича на водке не отличается от привычного процесса. А вот структура вас приятно удивит. У кулича с добавлением алкоголя она очень воздушная и нежная. Подготовьте необходимые ингредиенты. Выберите способ замеса. В моем случае, в хлебопечке. В ведерко сначала добавьте жидкие продукты. Потом сухие. Выберите программу теста, время 1 час 0-4 минуты, когда тесто соберется в комок, добавьте клюкву. По завершении программы, оставьте в ведерке еще на 30 минут. При ручном замесе смешайте молоко, 1 час элт сахара, 1 столовая ложка муки и дрожжи, оставьте на 20 минут. После добавьте остальные ингредиенты. Клюкву добавьте в самом конце замеса. Оставьте на 1 час в теплом месте, после сделайте обминку и оставьте еще на 30 минут. Готовое тесто переложите на рабочую поверхность. Подготовьте форму. Если форма металлическая, обязательно смажьте маслом. На дно формы выложите кружок из пергаментной бумаги. Переложите тесто в форму и поставьте в теплое место, накрыв полотенцем. Тесто должно подняться до краев формы. Это займет от 20 до 35 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов. Готовый кулич извлеките из духовки. Оставьте на 5-8 часов при комнатной температуре. По истечении времени украстье кулич. Сделайте помадку. Растопите шоколад со сливками на малом огне. Кулич обмажьте помадкой, оформите по желанию. Светлого праздника.